Продолжение следует... Важный матч с турнирной точки зрения. Московский банк Сбербанка России и Татнефть. У Татнефти сегодня две победы. 5-1 переиграли банк ВТБ. 3-2 обыграли Сбербанк Технологии. 6 очков набрали. Сейчас у Татнефти 21 очко после 13 матчей. Это на 3 больше, чем у Московского банка Сбербанка России. Если Татнефть сейчас выигрывает, то продолжает борьбу за бронзу и значительно осложняет задачу Московскому банку. Если выигрывает Московский банк, то за третье место со спецсвязью и с Газпром энергохолдингом будет бороться. И будет иметь шансы хорошие. В прошлом туре не очень удачно отыграл Московский банк. Сейчас, пока встреча только начинается, есть возможность вспомнить, как в прошлом туре заканчивались матчи этой команды. Поражение 0-7 от Мосэнергосбыта. Победа 1-0 над банком ВТБ. Но потом еще одно поражение от Меридиан Энергос. Энергос со счетом 0-2, а пока забивает Московский банк, показывая, что в прошлом туре все, что было, это недоразумение. Грановский с мячом. Грановский с мячом. Юшкин правильно оставлял мяч партнеру, но он где-то занимался иной работой. Грановский с мячом. Нефть сегодня подрасслабил тот факт, что две победы удалось добыть сравнительно легко. Сейчас соперник намного сложнее, поэтому многие действия, которые сегодня от нефти проходили, сейчас заканчиваются потерями мяча. Атака втроем против одного защитника. Что ж, отбилась-то от нефти? Что ж, отбилась-то отбилась-то отбилась. Гнитулин показывает, что может продолжить игру. Сработал прессинг Сбербанка. Три в два идут. Нейдерман возвращается в оборону и как раз становится главным героем эпизода. Снова численное преимущество у Московского банка. Обыграны сейчас и защитники, и вратарь все уложены на паркет. 2-0. Панов. Шнендерман. Момент ему подарили. Момент ему подарили. Пытается перестроиться от нефти, начать сейчас сыграть от обороны. Потому что до этого Татнефть слишком уж расслабленно действовала. Постоянный мяч теряла. Своим родом не возвращалась всем составом. Панов один. Очередной провал Татнефть и заканчивается пропущенным мячом. 0-3. Поздравляем. 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 Снова выход 1 на 1, 4-0. Будем надеяться, что все-таки не будет повреждения сейчас Евгения Итулина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До перерыва 45 секунд. Желательно хотя бы один мяч отыграть до перерыва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий игрок у Сбербанка подключается к атаке. Панов мог сейчас еще один забивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перерыв у нас при счете 4-0. Продолжим с командами совсем скоро. 4-0. С такими цифрами на табло начинается второй тайм. Татнифть близка к тому, чтобы потерять шансы на бронзовые медали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Динитуллин смог восстановиться в перерыве и сейчас продолжает игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шнейдерман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти команды у нас уже в сезоне встречались. Тогда 3-2. Московский банк одержал победу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грановского сбивают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попадание в штангу после удара Шнейдермана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юшкин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юшкин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова нарушение. Здесь желтое за срыв атаки. Откровенный удар по ногам. Фактически сзади. У Мосбанка еще сегодня матчи против спецсвязей Газпром Энергохолдинг. То есть Мосбанк сегодня играет только с прямыми конкурентами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толпит Грановский Хитро бил Грановский сейчас Вылетал из-под нескольких защитников В последний момент успел среагировать Грановский Взять Грановский Зай Музыка Кончилась Зай 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 Грановский. Надо заканчивать такую атаку с ударом. Вратаря не перебросили. Серия ударов Коробов нет, оставляет мяч товарищу. Штрафное будет у Мосбанка. Юшкин сам бьет, не точен он. Чуть собраннее стало действовать Татнефть, но, правда, припозднились с организацией игры. Начали возвращаться в оборону, когда уже 3, а то и 4 пропустили. Слишком все просто Татнефть сегодня давалось. В предыдущих встречах сейчас пятый гол пропускают. На игру в 5 полевых перешла Татнефть и сразу пропускает шестой. И вот такая математика. Штейнерман ищет, кому сделать пас. Нарушением правил это уже четвертое такое нарушение у Московского банка. Татнефть все-таки забивает гол престижа. Усилие имени Геннии Тулина. Фанов через вратаря играет. Можно было сейчас мяч в руки брать. Скидка головой была. Ушла последняя минута. Не сдается Татнефть. Все-таки для поддержания престижа после шести пропущенных забивать нужно два. Дальше идем, пожалуйста, 5 метров. Еще, еще, назад, 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 назад. Грановский мощно бил. Хороший сольный проход. И Юшкину мяч оставлен. А бить-то нужно было. 7-1, видимо, это будет итоговый счет матча, потому что 8 секунд нам не позволяют надеяться на забитые мячи. Геннии Тулина решил напоследок приложиться. Все, 7-1. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok